Всем добрый день! Я рада приветствовать вас на своем канале. Я сейчас нахожусь возле новой достопримечательности Санкт-Петербурга. Это рукотворный остров Новая Голландия. Это уникальный культурный парк, где любят отдыхать жители и гости города. История этого острова началась еще в 18 веке, и с тех пор Новая Голландия превратилась в современный проект. Вот здесь вот написано, что здесь был раньше Адмиралтейский канал, который потом заключили в трубу. И сейчас... Ну, тут вот можно почитать. Вот. И я много слышала об этом проекте, о Новой Голландии, и я решила туда сегодня поехать. Вы знаете, очень долгое время этот остров был запущен, и потом решили превратить этот панкер архитектуры в удобное место в отдыхе. На территории этого острова определенно проводятся концерты, спектакли, выставки, секции, семинары, вечеринки, различные спортивные мероприятия и многое другое. Ну, это, конечно, место историческое, как и все практически в Санкт-Петербурге. Своё название остров получил еще в 18 веке, когда император Петр I активно занимался развитием горобостроения. Для работы на верхах были приглашены мастера из Голландии, которые создали обстановку, очень напоминающую иностранный порт. К 30-м годам 18 века Новая Голландия сформировалась как остров. Были обустроены каналы, Крюков канал и Адмиралтейский канал, после чего здесь стали появляться сперва деревянные, потом и каменные постройки для хранения корабельного леса. Над проектом острова трудились несколько архитекторов. Особый вклад в разработку внесли архитекторы Савва Чевакинский, Жан-Батис Мишель, Вален Деламот и Иордан Герард, который доработал проекты своих предшественников и воплотил большую их часть. Окончательный план застройки Новой Голландии в Санкт-Петербурге был утвержден в 1767 году. На возведение знаменитой арки ушло 7 лет. Работы были завершены лишь в 1777 году. Строительство других объектов велось долгие годы, но до конца проект так и не был реализован. И в XIX веке на Новой Голландии стали появляться постройки, не относящиеся к кораблестроению. Самая знаменитая из них – это морская тюрьма «Бутылка», построенная по проекту архитектора Александра Штауберта. При участии русского ученого Дмитрия Менделеева на острове были построены лаборатории по разработке бездымного пороха и опытный бассейн. В XX веке на территории Новой Голландии начала работать радиостанция. В годы Великой Отечественной войны остров сильно пострадал от обстрелов. И хотя был восстановлен, к концу столетия снова пришел в упадок. Идея дать острову новую жизнь принадлежала архитектору Вениамину Фабритскому, который призывал использовать Новую Голландию от памятника архитектуры для культурных целей еще в 1977 году. Однако тогда реконструкция не была произведена, была начата только в начале XXI века. И с ноября 2010 года, когда тендер выиграла компания «Новая Голландия Девелопмент», началось вот это восстановление и обновление. В 2016 году первый этап реставрации был завершен, и парковая зона Новой Голландии начала работать круглый год. Сразу скажу, что часы работы острова Новая Голландия с 9 утра до 22 часов. В понедельник по четверг, пятница-воскресенье с 9 до 23. Вход бесплатный. В пространство бутылка. Часы работы воскресенье четверг с 8 до 23. Пятница-суббота с 8 до 2 ночи. Ну, сейчас бутылка — это различные развлекательные мероприятия. Там есть и торговый центр, и рестораны, и кафе, и студии. Короче говоря, такой развлекательный комплекс. Мне очень понравился. Вы знаете, что выражение «не лезть в бутылку» пошло как раз отсюда? Потому что раньше здесь была тюрьма, и вот появилось такое выражение. Тюрьма называлась бутылка, ну, в смысле, по форме круглое здание называлось бутылкой, и отсюда пошло выражение «не лезть в бутылку», то есть «не лезть в тюрьму». Также здесь открыта кузня. Часы работы с 10 до 23. Это ресторан. Раньше там на самом деле была кузня. И дом коменданта. Это здание, в котором проживал комендант острова со своей семьей. Считается самым поздним строением Новой Голландии. Здание было отреставрировано в 2013 году и стало памятником архитектуры. На реставрацию бутылки, это тюрьма для моряков, я уже сказала, ушло около двух лет. Во внутреннем дворе бутылки находятся сцены, проходят концерты, и кафе, рестораны везде работают. Вот, мы дойдем до бутылки в конце моего сегодняшнего видео. Все самое интересное в конце. Добраться на этот остров можно на метро, можно на автобусе. Находится он по адресу набережная Адмиралтейского канала 2. Ближайшая станция метро Адмиралтейская, в двух километрах. И от Адмиралтейского собора можно дойти пешком по Малой Морской улице или по бульварам. Буквально за полчаса. Посмотрите, какая красота. Очень интересно сделан в центре острова такой водоемчик. Кстати, водоемчик, туда можно спуститься, очень живописные фотографии там получаются. Действительно, очень красиво. Наверное, летом тут вообще все замечательно. Я сейчас тоже вам это покажу. Здесь находится также детская площадка. И вот этот вот построенный фрегат, где дети могут там везде полазить, посмотреть. Также между детской площадкой и кузней располагается травяной сад, где высажены златники и многолетники со всего мира. Цветы и растения сада Новой Голландии подобраны так, чтобы они цвели с учетом сроков цветения и пиков декоративности. Ну вот, когда я была здесь, людей было мало. Это был будний день, это октябрь. Но говорят, что летом здесь очень многолюдно, очень интересно. Я не знаю, мне просто понравилась сама вот, ну как бы сказать, эти старые здания. Они еще не все восстановлены по периметру. Вот эти кирпичные здания, они еще восстанавливаются. Там идут ремонтные работы. Поэтому я думаю, что если у вас будет немножечко свободного времени в Санкт-Петербурге, вы можете сюда приехать и полюбоваться этой новой достопримечательностью Санкт-Петербурга. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот это вот недостроенный фрегат... Ну как бы недостроенный фрегат... Это детская площадка... Вот очень красивый спуск к водоему... Продолжение следует... 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 как раз вот как раз травяной сад сейчас мы подойдем к зданию кузни для красота правда красиво вот это здание кузни настоящие сейчас там ресторан а и и и Продолжение следует... А вот это уже знаменитая бутылка, морская тюрьма. Это круглое здание, во внутреннем дворе которого проводятся, я уже сказала, концерты, мероприятия, там есть сцена. Сейчас мы его обойдем и зайдем во внутренний двор. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зимой в Новой Голландии заливают каток То есть и зимой здесь можно как-то развлекаться Вот и сейчас здесь каток начинают строить ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok